Берлин на законодательном уровне ужесточает работу игорного бизнеса. Парламентарии приняли новый закон. Отныне играть в казино могут только самые везучие игроки. Кроме того, вблизи детских садов, школ и образовательных центров теперь запрещено строить игровые учреждения. О новшествах расскажет наш корреспондент в Германии Шолпан Нейманбаева. Новый закон коснулся не только деятельности казино, но и любителей азартных игр. Теперь, прежде чем испытать свою удачу, они обязаны зарегистрироваться в игровом учреждении. Если фортуна улыбается им очень редко, их внесут в черный список. К примеру, в земле Гэстон, где этот закон уже действует, 2700 игроманов лишились права играть. К слову, это не первая попытка расставить все точки нады в работе игорного бизнеса. В прошлом году немецкие депутаты решили сократить до двух количества игровых автоматов в барах и кафе. В случае нарушения штраф 50 тысяч евро. Теперь, по новому закону, эта сумма выросла в пять раз. По отличие от игроманов, большинство граждан нововведения поддерживают. Игровые автоматы чаще всего интересны молодежи. Я считаю, лучше отгородить их от этого, так как действительно может появиться игровая зависимость. Я сама мать, воспитываю двоих детей и очень рада тому, что депутаты наконец-то приняли новый закон. Я полностью согласен с парламентариями, особенно с инициативой не строить возле школ казино и бары с игровыми автоматами. Не нужно, чтобы школьники с детства этого видели, пробовали играть и тратить бесцельно родительские деньги. Уже через 9 месяцев у большинства игровых учреждений стечет срок лицензии. Получить ее в следующем году будет гораздо сложнее. По новому закону в радиусе 500 метров должно остаться лишь одно казино. Сегодня же в Берлине насчитывается более 6,5 тысяч заведений с игровыми автоматами. По словам экспертов, лишь половина из них останется на плаву. Между тем, пострадает от новшеств не только бизнес, но и рабочий персонал. По прогнозам, без работы рискуют остаться 3 тысячи человек. Шопан Айманбаева, Милослав Лариновский, 24КЗ, Германия.